Здравствуйте! С вами Алия Абитова. В эфире программа «Новый взгляд». Сегодня затронем темы аграрного сектора. В своем ежегодном послании народу Казахстана президент Касымжумар Тукаев уделил особое внимание развитию этой сферы. Сегодня у нас в гостях председатель Палаты предпринимателей Атамикена Алматинской области Тимур Бекеев. Тимур Берикович, здравствуйте! Здравствуйте, Алия! Какие сейчас наиболее актуальные проблемы имеются в этой сфере и с чего в первую очередь необходимо начать развитие АПК? Как отметил глава государства в своем последнем послании народу Казахстана, необходимо уделить большое внимание развитию агропромышленной отрасли в нашей стране. Абсолютно согласен с данным утверждением. Как и любая отрасль, агропромышленная отрасль является не исключением. Есть ряд проблем и определенных задач, которые необходимо решать и решать уже сегодня. В целом специфика проблем в регионах нашей страны разнится, но есть ряд проблем, которые присущи, в принципе, для каждого региона нашей страны. Например, изменения климата, наводнения, засухи, различные экстремальные климатические условия могут оказывать негативное влияние на развитие сельскохозяйственной отрасли в нашей стране. В этой части, я считаю, необходимо разработать механизмы адаптации для преодоления различных экстремальных климатических условий. Следующий момент связан с доступом к ресурсам. В этой части, я хотел бы сказать, что необходимо обеспечить доступ к воде, финансам, земле в равной мере для каждого сельхозтоваропроизводителя. К сожалению, что мы видим сегодня? Наш микро- и малый бизнес остается в стороне. Есть определенные двойные стандарты. То есть земля, пастбищные угодья в основном достаются только крупному бизнесу. Здесь, я считаю, необходимо заострить внимание со стороны государства. Далее, это, конечно, и внедрение современных технологий, применять различные цифровые решения, биотехнологии, для того, чтобы повысить эффективность и производительность нашей сельскохозяйственной продукции. Далее, конечно, немаловажный вопрос стоит с обеспечением высококвалифицированных кадров. Наша страна является трудодефицитной, к сожалению, на сегодняшний день. В этой части, я считаю, что необходимо возобновить практику в рамках дорожной карты дуального обучения совместно с местными исполнительными органами, предприятиями, заключение трехсторонних договоров между предприятием, колледжем и студентом. Мы же со своей стороны, как палата предпринимателя Томикен, готовы сопровождать данные проекты. Ежегодно мы проводим опрос по наличию потребностей в кадрах, который в дальнейшем ложится в государственный образовательный заказ колледжей и вузов. Как показывает наша аналитика, в данной отрасли на сегодняшний день остаются такие востребованные специальности, как механизатор, тракторист, аграрник, комбайнер. Необходимо продолжать обучение наставников на производстве, открывать новые обучающие центры в районах, в сельских округах. К сожалению, большая часть молодежи на сегодняшний день, не найдя возможности обучиться у себя там на месте, в районах, либо в сельских округах, едет за получением образования в областные центры, либо в города республиканского значения. В итоге оттуда она не возвращается, и, как правило, предприятия, которые находятся там в районах, остаются не у дел. Вот сейчас в Североказахстанской области успешно строится более 100 крупных молочно-товарных ферм. Скажите, в каких регионах планируется построить такие же фермы, и где они наиболее необходимы? Местоположение наиболее необходимых молочно-товарных ферм может зависеть от нескольких причин. В первую очередь это наличие пастбищных угодий, климатические условия, доступ к рынкам сбыта. Обязательно молочно-товарные фермы, я считаю, должны находиться там, где плотность населения остается высокой, и спрос на молочную продукцию растет ежедневно. Среди таких регионов нашей страны я бы мог отметить Алматы, Астана, Алматинскую область. В одной только Алматинской области на сегодняшний день зарегистрировано около 56 молочно-товарных ферм. Государство в этой части, я считаю, уделяет большое внимание. Сегодня выдаются льготные кредиты до 5 миллиардов тенге. А льготные кредиты выдаются там? Можете озвучить какие-то условия? В этой части, да, любой желающий может обратиться в Центр обслуживания предпринимателей Палаты Атамикен. Они функционируют у нас в каждом районе города Алматы и Алматинской области. Получить всю необходимую консультацию в этой части и получить помощь в части составления бизнес-планов и сопровождения проектов. Есть ряд программ, об этом, я думаю, это отдельная обширная тема, которую стоит затронуть. Я думаю, лучше в следующий раз. Хорошо. Какой сектор агропромышленного комплекса не развит? В первую очередь, конечно, хотел бы обратить внимание на модернизацию инфраструктуры. Нашей стране в этой части необходимо усилить инфраструктуру в части транспортировки, логистики, хранения и обработки сельскохозяйственной продукции, для того, чтобы увеличить эффективность производительности товаров сельхозназначения. Далее, это, конечно же, и вопрос финансирования. Наши аграрии, к сожалению, ежегодно сталкиваются с проблемой нехватки субсидий. В этой части, я считаю, необходимо решать проблему с корректным планированием ежегодного бюджета. Далее, это и вопрос, конечно же, диверсификации культур. Для уменьшения зависимости от нескольких видов растительных культур необходимо создавать новые, применять современные технологии при этом. Также, как и упомянул ранее, остро стоит вопрос и с обучением, и подготовкой кадров. Если говорить о кадрах, то они тоже требуют повышения квалификации. В каких кадрах именно сейчас нуждается аграрность? Если брать аграрную отрасль, то, конечно, на первом месте это... Вообще, в стране в целом, я хотел бы сказать, что необходимы рабочие руки. Согласно аналитике, сегодня только 7% людей, студентов требуются только с высшим образованием. Около 43% людей требуются с профессионально-техническим образованием. И большая часть сегодня требуется и вовсе без образования. На первом месте, согласно нашей аналитике, стоят такие востребованные профессии, как тракторист, далее это комбайнер, механизатор, различные другие технические специальности. Касающиеся сельскохозяйственной отрасли. Кроме экспорта продукции, Казахстан должен обеспечивать и внутренний рынок необходимой качественной продукции. В своем послании президент отметил, что нужно делать упор не на количество, а на качество продовольствия. Какие работы ведутся в этом направлении? Абсолютно согласен с данным утверждением нашего президента. Делать акцент нужно не на количество, а на качество продукции. Во-первых, здесь, я считаю, если делать акцент на качество нашей продукции, мы можем получить ряд преимуществ. Первое – это здоровье нации. Любая качественная продукция, она богата питательными веществами и лишена опасных добавок, что может напрямую сказаться на оздоровлении нашего населения. Во-вторых, это вопросы, связанные с конкурентоспособностью. Продукция качественная, она может достойно конкурировать на внутреннем рынке. И более того, быть экспортоориентированной. Соответствие всем мировым стандартам и нормам. Мы также должны соответствовать нормам и стандартам. Почему? Потому что это в итоге даст такой мультипликативный эффект, как и для малого, так и для крупного бизнеса, откроет ворота на все внешние рынки. В этой части качественная продукция может положительно повлиять на все эти аспекты. Для фермеров немаловажно обновление техники. Насколько нам известно, сейчас ее изношенность составляет 80%. Окажет ли государство поддержку отечественным производителям сельскохозяйственной техники? Данный вопрос является приоритетной задачей. К сожалению, в этом году, согласно анализу проведенной палаты предпринимателей, мы потеряли около 40% урожая. И износ техники является тому одной из причин. Для решения данной проблемы, я считаю, что в первую очередь необходимо обратить внимание на финансирование со стороны государства. Должны выделяться все необходимые субсидии. Субсидии должны приоритетом идти именно для наших отечественных товаропроизводителей сельскохозяйственной техники. Далее, конечно же, это и вопросы технической поддержки по обеспечению кадров. То есть необходимо обучать тех людей, которые будут пользоваться этой техникой. В итоге это будет служить тому, что срок годности пользования этой техники будет увеличен в несколько раз. Следующий пункт, который я хотел бы отметить, это лизинг и аренда. Необходимо обеспечить все условия для того, чтобы наши сельхозтоваропроизводители беспрепятственно могли получать технику в лизинг. А те сельхозтоваропроизводители, которые не могут этого делать, могли брать ее в аренду. И вообще я считаю, что в этой части необходимо обязать крупный бизнес, нести социальную ответственность по отношению к микро и малому бизнесу. То есть те микроши и малыши, которых мы так называем, имеющие 10-15 гектар земли, у которых финансовая нагрузка на бизнес и так остается высокой, они, к сожалению, не имеют возможности приобрести технику по той или иной причине. И, соответственно, не могут вовремя убрать свой урожай и остаются неуделы. В этой части, я считаю, крупный бизнес должен помогать. Национальный аграрный научно-образовательный центр станет высокотехнологичным агротехнологическим хабом, объединяющим различные аспекты аграрных исследований. Какие усилия нужно объединить для того, чтобы достичь результатов? Создание агротехнологических хабов является одним из ключевых приоритетных направлений для того, чтобы развивать сельскохозяйственную отрасль. В этой части, я считаю, необходимо объединить усилия по разработке и внедрению новых современных технологий, всевозможная автоматизация и использование данных, которые в итоге будут способствовать повышению урожайности и эффективности сельского хозяйства в целом. Далее, конечно, это и обеспечение высококвалифицированными кадрами, необходим обмен опытом как с соседними странами, так и с зарубежными странами. Далее, конечно, это проводить различные форумы, объединять научные исследования, которые в итоге будут положительно влиять на развитие агропромышленного комплекса у нас в стране. Как планируется регулировать цены на социально значимые продовольственные товары? Регулирование цен на социально значимые продовольственные товары может зависеть от экономической политики и социальной приоритетности государства. Но в целом есть ряд кейсов, по которым можно регулировать данное направление. В первую очередь, это фиксация цен. Государству необходимо устанавливать потолок цен, исключать манипуляции со стороны монополистов, исключать полностью монопольное поведение на рынке. Далее, конечно, это и социальная поддержка. То есть, помимо того, что государство уделяет внимание развитию различных стабилизационных фондов, которые в итоге обеспечивают наличие перечня социально значимых продовольственных товаров на полках, необходимо выдавать ваучеры, различные купоны на то, чтобы, допустим, те же наши пенсионеры или же люди с низкой заработной платой могли беспрепятственно получить те или иные продукты питания. Далее, обеспечить, конечно же, в первую очередь, наверное, это запасы продовольствия, так как в случае нехватки продуктов питания на рынке, данные запасы могут позволить обеспечить уязвимые слои населения продуктами. Также немаловажный вопрос, касающийся получения субсидий и государственных закупок. Я считаю, государству необходимо выделять всю необходимую помощь нашим аграриям и путем государственных закупок приобретать сельскохозяйственную продукцию непосредственно у фермеров по низкой цене. Какие усилия прилагает Палата Атамикен для защиты данного направления? Защита бизнеса для нас, Палаты предпринимателей Атамикен, является одним из ключевых стратегических направлений. В этой части мы стараемся обеспечить максимально широкий охват и вовлеченность всех предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных нормативных правил работы ведения бизнеса. На нашей площадке функционирует Совет по защите прав предпринимателей противодействия коррупции, где на каждом заседании участие принимают наши стратегические партнеры. Это антикоррупционная служба и прокуратура. С представителями данных ведомств у нас созданы мобильные рабочие группы по защите бизнеса. И на основе меморандума составлен план мероприятий на текущий год. Также хотел бы отметить, что на площадке Палаты успешно функционирует отраслевой совет агропромышленного комплекса, где решаются как местные, так и системные проблемы. На каждых отраслевых встречах участие принимают местные исполнительные органы. Встречи проходят с участием руководства города Алматы и Алматинской области. В этой части работа ведется полноценно. С какими проблемами чаще всего сталкиваются предприниматели в данной отрасли? Как и упомянул ранее, первый момент – это ежегодно наши аграрии сталкиваются с нехваткой получения субсидий. Причина этому – некорректное планирование бюджета. Далее, Палатой предпринимателей замечаются грубые нарушения со стороны чиновников. В части предоставления земельных участков без конкурса под строительство молочно-товарных ферм. Я считаю, что данная ситуация напрямую ставит под угрозу развитие данного предпринимательского направления. Также птицефабрики часто поднимают вопрос о получении субсидий. К примеру, себестоимость одного казахстанского яйца составляет 36 тенге, когда, как российского, составляет 18 тенге, что уже заведомо делает нашу продукцию неконкурентоспособной. Более того, яйцо категории С1 входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, что обязательно должно контролироваться со стороны государства. Также очень остро стоит вопрос серого импорта. К сожалению, мы сегодня сталкиваемся с проблемой завоза российской продукции, в связи с чем наши отечественные товаропроизводители не могут должным образом конкурировать на отечественном рынке. Происходит самый настоящий демпинг. Также актуальны вопросы торговых сетей. Вот сегодня наблюдается такая проблема, что наши полки торговых сетей заполнены именно российской продукцией. Это касается, в принципе, любой отрасли. Даже взять, если и транспортную отрасль, 70% рынка уже заполнено российскими грузоперевозчиками. Убыток только за прошлый год составил около 1 миллиарда евро. Скажите, какие еще приоритетные направления есть для развития предпринимательства? Помимо защиты бизнеса, Палата предпринимателей уделяет большое внимание и экономической деятельности. В этой части я хотел бы сказать, что в каждом районе нашего города и нашей области Алматинской функционируют центры обслуживания предпринимателей, которые оказывают всю необходимую поддержку в части ведения бизнеса как для начинающих, так и для действующего бизнеса. Оказываются всевозможные услуги по ведению налогового учета, бухгалтерского учета. Оказываем помощь в составлении бизнес-планов, стат отчетности. Мы помогаем регистрировать, перерегистрировать и закрывать малые и средние предприятия. На сегодняшний день что мы наблюдаем? То, что на рынке появилось очень много консалтинговых компаний, которые оказывают ту же помощь, но платно. Один такой пакет услуг составляет около 300-400 тысяч тенге в денежном эквиваленте. Тогда как мы это делаем абсолютно бесплатно. Также хотел бы сказать, что в этом году Палата предпринимателей приступила к реализации нового инструмента поддержки Менкаспкер. В рамках данного направления деятельность осуществляется в двух направлениях. Это Центр развития женского предпринимательства и Каспкебагат. По первому направлению можно получить женщинам, начинающим женщинам-предпринимателям поддержку в части менторства, получения в привлечении инвестирования. Также различные женские форумы. Также в этом году мы проводили проект «Одно село, один продукт». Это кооперация нескольких предпринимателей, так или иначе создающих один продукт. Эта тема актуальна для сельских жителей, именно для сельских женщин, которые хотят начать вести свой бизнес. По второму направлению Каспкебагат есть возможность бесплатно обучиться отраслевому направлению, такому как КРС, молочное хозяйство, молочное направление, туризм, растеневодство, пчеловодство и так далее. На этом наш выпуск завершен. Спасибо вам большое, Тимур Берикович, за такие содержательные ответы. Спасибо, Илья, за приглашение. А я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин